Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Организациям и ИП, которые провели сверху расчетов, по которым не имеется разногласий. Для этого нужно подать в инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства ИП заявление в период с 1 апреля по 4 мая. В первую очередь деньги будут снимать для уплаты недоимок и затем налогов, взносов и сборов, затем долги по пеням, по процентам и по штрафам. Программа Экономика. По ее словам, Турция, куда кировчане летали в мае, открыта, но вместо чартеров предлагаются только регулярные рейсы турецких авиакомпаний. Соответственно, стоимость получается у нас очень небюджетная и неинтересная. Доплаты от 100 евро за человека и выше. По Тунису он открыт у нас. На него пока полетная программа не поставлена. Неизвестно, каким образом он летает, на каких самолетах, на какими рейсами. Арабские Эмираты у нас есть, но они на своих возят. Флай, Дубай, Эмирейтс тоже соответствующая стоимость. Аэропорт очень открыт. Ну и на майские праздники всегда туда летали. Семья здесь у нас летала на 4 ночи на каникулы. Это около, наверное, 80 тысяч в ночь получилось на четверых. Чартерные рейсы в Дагестан. Цены поставили привлекательные. От 31 тысячи за двоих можно перелет плюс гостиница на 5 ночей. Очень интересные туры есть, как экскурсионные, так и просто перелет проживания. Кавказские минеральные воды тоже пользуются популярностью. Поехать можно и в большие города. Санкт-Петербург, Казани в Москву. По подсчетам аналитиков, за год цены на отели выросли там примерно на 10-20%. Краснодарский край поднял цены в среднем в полтора раза. Кировчане стали чаще отдавать ненужные вещи. Бесплатно об этом сообщает сервис Авито, где помимо продажи ненужных вещей есть возможность отдавать их даром. В целом по стране в марте количество объявлений с пометкой даром увеличилось на 9%, в Кирове на 7%. Щадрее всех в стране москвичей у 14% объявлений в этом городе стоит пометка даром. Топ-10 замыкает Хабаровск с показателем 0,2%. В Кирове доля бесплатных вещей еще меньше, несмотря на рост. Заметнее всего увеличилось количество отдаваемых безвозмездно часов и бижутерии на 23%, одежды и обуви для детей на 19%. Товары для спорта отдают на 17%, чаще для ремонта на 14%. Также раздают кировчане растения, книги, товары для охоты и рыбалки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM